В период пандемии мошенники стали активнее совершать преступления в сфере IT-технологий. За последнее время их количество увеличилось в разы. И способы обмана доверчивых граждан постоянно меняются. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают. Вернуть деньги обратно очень сложно, поэтому будьте бдительны. Способы совершения преступлений, связанных с использованием или применением расчетных пластиковых карт и средств мобильной связи, становятся все более разнообразными и изощренными. Как правило, жертвами мошенников становятся наиболее незащищенные слои населения. Лица преклонного возраста – подростки. Хотя на удочку мошенников попадаются и люди среднего возраста. Рост таких преступлений отмечается в разы. По итогам двух месяцев этого года мы фиксируем рост этих преступлений на практически 17%. Зарегистрировано по городу уже 364 таких преступлений. Ущерб только за два месяца составил свыше 38 миллионов рублей, практически 39 миллионов рублей. В прошлом году был зафиксирован ущерб в размере 171 миллиона рублей. Это существенные денежные средства, которые теряют наши граждане. Звонят не по одному разу, а несколько раз. Дошло до того, что представляются как сотрудники правоохранительных органов. При звонке используют IP-телефонию и вставляют номер городской того региона, с какого, например, потерпевший. Представляется сотрудником, который, например, известен, работает в этом подразделении. Это в основном руководители, которые в открытом доступе на сайтах находятся в ведомстве. И говорят, что мы вам вернем, мы поймали мошенников, образно говоря. Системы правоохранительных органов никогда не просят перевода каких-либо денежных средств. Никогда. Сценарий у всех разный. Например, Эмиль Вовне когда-то помогли поправить ее здоровье в частной клинике. Мошенники позвонили и сообщили, что якобы та организация не лицензированная, и ей положена компенсация в размере 200 тысяч рублей. Но чтобы получить эту сумму, нужно сначала заплатить. Так женщина за месяц перевела им 75 тысяч, после чего обратилась в правоохранительные органы. Вчера они мне позвонили, и опять говорят, что надо какую-то сумму перевести, чтобы ваши деньги вступили на ваш счет. Я говорю, у меня денег больше нет, переводите мне на карту. Скажите номер карты. Я сказала, этот номер. Я не понимала, в чем это все делает. Опять позвонила Елена Сергеевна, срочно заблокируйте карту. Позвонила Сбербанк, карту заблокировали. Злоумышленнику самое главное получить полное сведение по банковской карте. Номер банковской карты и оборотные цифры на этой карте. Все, больше ему практически ничего не нужно для того, чтобы списать все денежные следствия, которые находятся на счету. Если к вам или вашим близким поступил подобный звонок, узнайте фамилию сотрудника, позвоните в полицию, в дежурную часть и уточните, совершался ли от них подобный звонок. Рекомендуется заканчивать подобные звонки сразу же. Напоминайте престарелым родственникам правила безопасности. Кроме того, имейте в виду, что участили случаи хождения в обороте фальшивых купюр, в основном пятитысячных, так как на ощупь их тяжелее всего распознать. Правоохранитель рекомендует записывать людей, от кого вы получили деньги наличными. Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, будьте внимательны и бдительны.